Десятки мероприятий, сотни обращений и ни одно из них не осталось без внимания. В течение года члены общественной палаты округа решали вопросы ЖКХ и благоустройства, реализовывали социально ориентированные проекты, а также проводили спортивные, культурные и досуговые мероприятия. Несмотря на ограничения, общественная палата ни на минуту не останавливала свою деятельность. В преддверии Нового года время подводить итоги. Хочу только поблагодарить, только сказать добрые слова всем, кто занимается, каждый чем-то добрым. Мытищинская палитра, батарейка «Вторая жизнь», палата «Детям» и другие. Многие акции, организованные общественной палатой, стали традиционными и знаковыми. Игорь Савош высоко оценил работу своих коллег. Вы знаете, как никогда боеспособный состав созыв общественной палаты, у меня есть с чем сравнить, все-таки общественная палата с 2010 года, вот, наверное, не постесняюсь сказать, что вот этот состав самый мощный. Я считаю, что если люди работают на общественных началах, вот такая мотивация, как благодарность и грамоты, тем более грамоты главы, это очень важно, это людей мотивирует и подвигает на хорошие такие добрые поступки. В общественную палату округа входит 9 комиссий, а это более 40 участников от учителей до предпринимателей. Объединяют их добрые дела и желание улучшить жизнь родного города. За эти годы накоплен колоссальный опыт и реализованы многие инициативы. Почетная грамота главы городского округа за активное участие в общественной и культурной жизни городского округа. Спасибо большое. Каждому из вас хочу сказать спасибо от себя лично за те добрые, хорошие, просто дела. Свою оценку работы мытищинским общественникам дал и почетный гость заседания, председатель комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с муниципальными общественными палатами Общественной палаты Московской области Александр Макаров. Именно коллектив людей, которые могут совместно провести любой вопрос, любое решение. Были времена, когда общественная палата давала оценку деятельности главе. В 2022 году палата продолжит решать те задачи, которые сегодня волнуют жителей округа. Создание и реализация проектов, контроль за состоянием жилого фонда, совершенствование социальной сферы и здравоохранения. Андрей Колосов, Андрей Капустин, Первый Мытищинский.